В моем гардеробе есть осознанные бренды, мне кажется, самое простое, что каждый себе может позволить. Это масс-маркет наш любименький. В частности, H&M запустил линию Conscious, которая уже года 4 у них функционирует. Это очень простые майки, базовые вещи, все максимально такое лаконичное. Это то, что я покупаю с тех пор, как я жила в Европе. То же самое делает Zara. И чем дальше, тем тенденция набирает обороты. И, в общем-то, все больше и больше брендов, которые есть в обычных торговых центрах, в которых все мы с вами бываем, эти вещи можно найти. Ух, необдуманные покупки – это то, что осталось, наверное, в прошлом. Потому что чем ближе к 30, тем ты начинаешь более осознанно подходить не только к гардеробу, но и к бюджету своему в первую очередь. Поэтому спонтанность – это то, что я, пожалуй, могу себе позволить в путешествиях. А так, поскольку я человек в список, у меня вечно галочки там должны быть проставлены. Как правило, я покупаю только то, что мне необходимо. Вещи из моего шкафа обретают вторую жизнь среди моих подруг. И в комиссионных магазинах – это ласка, которую все прекрасно знают в Киеве. Есть сервис арендоплатьев у моего, в общем, хорошо известный. Турбашка, которая есть сегодня на мне, тоже с небольшой историей. И четыре года назад я подарила ее своей подруге-телеведущей, и когда мне она понадобилась на съемку, оказалось, что это моя рубашка. Поэтому такой полный цикл она прошла. Я готова платить больше за продукцию брендов, которые не наносят вред окружающей среди тем, что они делают. Потому что это дороже, это длительнее, это сложнее со всех точек зрения. Это продакшн, это материалы, это обработка. Как ни странно, вся биопродукция, которую мы потребляем и в пищу, любое с приставкой «эко», натуральное и так далее, на порядок дороже, чем синтетические бренды. Либо там те, которые просто штампуют, это все не особо задумывалось. Поэтому, конечно, если вы хотите это поощрять, если вам это нравится, если это хочется культивировать, если хочется, чтобы этого было больше, это было доступнее, вам придется помочь производителю, соответственно, рублем. Футболки. Я очень люблю футболки, которые, в принципе, в момент покупки уже выглядят как будто бы уходы 4. Поэтому я совершенно не стесняюсь, когда на них появляются дырки. У меня стильняшки с дырками на манжетах возле воротника. Мне кажется, это прикольно, это придает им какой-то шарм. Субтитры создавал DimaTorzok